Добрый день, друзья! Новоуральская вещательная компания работает в прямом эфире в студии Лидии Голубева. И, как всегда, в среду к обеду будем говорить на самые актуальные темы. Середина лета. И это горячая пора, конечно же, ремонтов, реконструкций. Весь город у нас перекопан. Давайте обсудим, что сейчас происходит. Мои гости сегодня. Первый заместитель главы Новоуральского городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Вадим Раисович Хатипов. Здравствуйте. Председатель комитета по ЖКХ и жилищной политике Антон Анатольевич Угоденко. Добрый день. И директор управления капитального строительства Дмитрий Викторович Добрынин. Добрый день всем. Здравствуйте. И, конечно же, как всегда, мне помогает мой коллега Виктор Малышев. Витя. Добрый день, уважаемые гости. Рады снова видеть вас в нашей студии. Ну, а я традиционно напомню нашим телезрителям о том, что телефон прямого эфира 988-08. Звоните, задавайте свои вопросы, поднимайте какие-то актуальные темы. Также вы можете написать в нашей прямой трансляции в социальной сети ВКонтакте, в нашей группе, свои какие-то комментарии, опять же, вопросы. Постараемся на все ответить. А вопросов, я думаю, немало. Думаю, да. Да. Вадим Ильич, ну давайте вот начнем сначала. Прежде всего, конечно же, невероятный объем ремонтов в этом году. Вчера позвонила наша такая заядлая телезрительница и говорит, знаете, весь город вспучило. Действительно, в общем-то, на всех практически улицах какие-то работы ведутся. Как сейчас обстоят дела и как вы оцениваете вот эту середину? То есть есть ли у нас 50% выполнения работы? Да, на самом деле, то, что сейчас жители видят, это четко спланированная акция или мероприятие. Мы долго готовились к этому, мы понимали, что будет вот такая ситуация, которую мы сейчас видим. Но надо понимать, что была четкая задача, значит, зайти с производством капитального ремонта, допустим, улицы Ленина, как мы видим, и не просто так там убрать старый асфальт, наложить новый асфальт, а уже зайти так, чтобы уже не возвращаться к этому объекту, ну, долгие периоды времени и уйти на другие объекты. Поэтому мы видим, реально, да, идет замена полностью тех инженерных сетей, которые проложены под непосредственно улицы Ленина. Это тепловые сети, это и водопроводы. Водоканал, да? Да, в том числе даже есть работы по электросетям, по замене электросетей. Поэтому есть четкий план-график, и на сегодня можно констатировать, что в основном этот план-график выдерживается. Значит, сдвижка у нас произошла, ну, как это бывает в любом строительстве, по объективным причинам, да. Сдвижка произошла из-за того, чтобы максимально удовлетворить жителей по снабжению горячей водой летом, принимали техническое решение и полностью не оставили там почти 29 жилых домов и несколько там административных учреждений без возможности воспользоваться горячей водой. Мы это сделали, поэтому сдвижка там неделя-полторы, она у нас идет. Но мы понимаем, эта сдвижка не, ну, скажем так, не критичная, все идет в плановом порядке. Все работы законтрактованы, что очень важно. В основном это заказчиками является управление капитальным строительством. Есть подрядчики, значит, наши местные на Уральске, есть сторонние подрядчики. Ухс ведет с ним непосредственную работу в ежедневном, там, в еженедельном режиме докладывает, что все в нормальном состоянии, все строительно-монтажные работы будут в законченный срок. А срок у нас, понятно, когда зима приходит в октябре. Поэтому все в плане, все работает. Ну, опять, пользуясь случаем, жителей прошу потерпеть. Действительно, давно мы так не занимались заменой всей инфраструктуры. Ну, да, большие очень работы. Оцениваем, да, процентов, там, 30 на сегодня уже есть. Поэтому, еще раз повторяю, все будет вовремя, своевременно и так далее. Но потерпеть придется. Ну, 65 миллионов рублей в этом году выделено на замену коммуникации. Это, конечно, совершенно беспрецедентные объемы финансовые. И самое главное, что я так вот на моей памяти последние лет 15-20, наверное, такого объема работ в городе, конечно, не проводилось. Вот, с учетом, мы все время бываем в Нуральской обещательной компании с вами на объездах, и с вами, и с главой города постоянно в контакте. И видим, конечно, что вот это вот обилие подрядчиков, какие-то технологические нюансы, да, когда выясняется, что там ливневая канализация не учтена, еще какие-то моменты появляются. Как вот эта вот коммуникация между всеми службами, которые участвуют в ремонтах, так сказать, происходит, насколько это все слажено, есть ли понимание? Ну, я думаю, понимание четко есть, действительно. Вот я сегодня видим заказчика в виде управления капитального строительства, Дмитрий Юрьевич, да. А второй заказчик у нас управление городским хозяйством. Ну, и третий, который участник, скажем так, вот этих вот капитальных ремонтов, это дорожно-коммунальная служба. То есть у кого возникает какое-то недопонимание, тут же инициативно либо в УКСе, либо в УКХ встречаются, снимаются все вопросы. Острых вопросов, которые стоит выносить даже вот на уровень комитета, либо на уровень первой замы, а тем более на уровень главы, на сегодня еще не возникало. То есть вот на уровне заказчика все вопросы снимаются. Ну, слава богу, это хорошо. Давайте тогда с улицы Ленина начнем, поскольку уж вы про нее сказали. Вот у нас есть ролик, сейчас попросим режиссера вывести его, значит, пока будем говорить. Вот замена 500-миллиметровой трубы, это, конечно, такая тоже серьезная работа. Возникали вопросы по поводу коммуникационной такой вот соединения, то есть новых труб, старых труб, понятно, что тоже, наверное, какие-то нюансы есть. Вот, Дмитрий Юрьевич, расскажите поподробнее, что там сейчас происходит, на каком этапе находимся. Замена тепловой сети диаметром 500 миллиметров. Изначально предполагалось выполнение замены прямого обратного трубопровода, замена лотка в процессе подготовки к этой работе. И началу работ было определено, что без горячей воды на нормативный срок остается 29 жилых домов, то есть мы уложились бы в нормативный срок. Но было принято волевое решение о том, что ни один житель города не должен пострадать от выполнения работ. Вот, поэтому в рамках самой работы была выполнена обводная линия промыта, продезинфицирована, опрессована, и жители не заметили выполнения данных работ. Да, это отодвинуло нас на 10-10 дней, но, понимая интересы жителей, то есть мы осознанно пошли на это увеличение. На участке в последующем был заменен трубопровод, опять опрессован, промыт, запущен в эксплуатацию, прогрет, снова время. Но мы понимаем, что результатом этого у нас получилось постоянное снабжение жителей горячей водой, и все равно достигнутый результат по замене данного участка 500-й трубы вместе с железобетонными конструкциями, которые там были использованы. На сегодняшний день сеть запущена в эксплуатацию, восстановление благоустройства в рамках контракта с управлением капитального строительства закончено. Данный участок передан в работу управления городского хозяйства для производства на нем работ по замене бортового камня и с последующим укладкой асфальта. То есть ваши это как раз внутриземляные работы, трубы, то, что под землей, правильно понимаю? Да, то, что под землей, в данном случае все было выполнено. Что касается взаимодействия, то в данном случае при производстве работ были обнаружены, скажем так, утечки из самотечных ливневых сетей. Оперативно эти замечания были устранены. Также поврежден водовод. МОП «Водоканал» оперативно также на своих сетях эти замечания устранил. То есть межмуниципальное взаимодействие на сегодняшний день можно констатировать, находится на хорошем уровне. То есть разногласий по тому, кто будет делать, что будет делать, в какие сроки, не возникает. Слушайте, ну это у нас вот тот участок, который был поперек Ленина, как раз когда автобусы объезжали через улицу Мичурина. И сейчас перекопали уже Садовую. Это что такое? Давайте я расскажу, что у нас на сегодняшний день происходит по перекопкам, и что нас ждет жителей в следующем. То есть расслабляться жителям однозначно не стоит. На сегодняшний день «Водоканал» своими силами меняет 600-й водовод, переходящий улицу, пересекающий улицу Ленина, и пересекающий улицу Садовую, заходящий в камеру. Поэтому замена этого водовода, она завязана с 500-кой была у нас. То есть сначала открыли улицу Ленина, чтобы пропустить автобусы по ней, следом водоканал, на следующий же, точнее так, в этот же день начала работы по закрытию улицы Садовой. А в данном месте мы водовод меняем открытым способом, в следствии того, что закрытым способом нам не удалось пройти этот участок, ввиду наличия угла поворота, выполненный при строительстве данного водовода. То есть надо просто раскопать и поменять? Да, просто вынуждены были раскопать и поменять. То есть современные технологии в данном случае дали небольшой сбой. То есть все, водоканал у нас в течение 10 дней, в ближайшее время до 10-го числа, по-моему, у них ордер открыт, до 10-го числа они должны выполнить замену вот этого участка водовода, один из старых водоводов в городе. И поэтому у нас под улицей Ленина окажется уже новая коммуникация, которая должна прослужить минимум 25 лет срок и срок службы 50. То есть должно на наш век хватить. Следующее закрытие. Это Садову мы перекрыли, Ленина открыли. Ленина у нас открыта будет до выходных дней. До выходных дней. И в эти выходные дни мы начинаем закрывать поочередно улицу Ленина, двигаясь вниз. То есть можно считать, что все последующие выходные до 21-го августа, у нас все выходные, будет улица Ленина на различных участках закрыта. Ага, так, то есть это будет сделано так же, как был сделан верхний участок, от площади до Клары Цеткин. Так точно, будем. В выходные дни ведутся работы. В рабочие дни и автобусы, и транспорт, и люди, которые едут на комбинаты из города, они смогут улицей Ленина пользоваться, да? Так точно, это сделано опять для удобства наших жителей, для того, чтобы у нас не возникли пробки, для выезжающих на работу города Екатеринбург и уральский электрохимический комбинат, двигающийся по улице Ленина, по основной транспортной артерии. Но с субботу, с пятницы вечера до понедельника утра мы будем эти улицы закрывать. Пересечек у нас там очень много, порядка 8 пересечек осталось, разными диаметрами. От 50-го диаметра, скажем так, удлиненный в жилые дома, до 150-го диаметра. А много там вот этих участков-то будет? 8. 8. До нижней площади, да? Нет, эти пересечки мы пройдем ниже. Последняя пересечка – это у нас в районе Андрица. Ага. То есть сейчас подготовка к этим пересечкам… То есть пересечение Ленина-Первомайское, да? Да, пересечение Ленина-Первомайское, Андрица, и в районе Андрица это будет… 8 пересечений. Да, пересечение, которое выполнится на сегодняшний день. То есть у нас подготовка к пересечению в районе Энриц и в районе милиции, она у нас идет. Параллельное следование теплосеть, она заменяется. То есть готовимся к максимально быстрому пересечению в районе Театральной площади. Ну большой, конечно же, объем работ, просто невероятный. То есть это, как это, скоро сказка сказывается, да, да не скоро дело делается. Но вот здесь, раз уж про комплекс этот заговорили, давайте про центральный стадион еще в двух словах скажем. Тоже постоянно бываем, регулярно встречаемся. Вы говорили, что 1 июля срок окончания всех работ по демонтажу, в том числе и старых фундаментов, да, и то есть вот эта часть, связанная, собственно говоря, с демонтажом, будет уже окончательно закончена. Закончены работы? Это все по плану? Да, в соответствии с договором подрядная организация закончила работы в срок, сдемонтировали здания, сдемонтировали существующие фундаменты тех сооружений, которые у них прописаны были в контракте. Это сооружения, которые находились у нас в аварийном состоянии. На сегодняшний день одна подрядная организация у нас вышла с территории центрального стадиона и на сегодняшний день у нас заключается контракт, идут конкурсные процедуры на выполнение капитального ремонта инженерных сетей водопровод для заведения их на территорию центрального стадиона. Это выполняется у нас в рамках синхронизации работ по капитальному улице, улице Ленина, первая синхронизация. И второе, это для выполнения работ по обеспечению подключения по трибуны помещений центрального стадиона в последующем, на которые сейчас выполняются проектные работы. То есть мы планомерно движемся к цели. Вадим Ильич, ну откройте тайну «Золотого ключика». Мы уже много говорим по этот проект. Как-то вот уже есть четкое понимание того, какие этапы и что мы будем в каком порядке строить? Ну, первое, вот в рамках контракта, который заключил УКС, мы в ближайшем будущем, по-моему, неделя, да, через неделю, через две мы увидим уже эскизные предложения. Да. Первое, мы посмотрим эскизные предложения, будем согласовывать со всем обществом, спортивным, значит, и другими общественностью. С общественностью, да, да, конечно. Мы все это посмотрим внимательно, изучим и будем согласовывать. Конечно, мы помним, что, ну там, «Золотых гор» никто нам не обещает. Мы себе поставили планку, жесткую планку, там, 250-300 миллионов рублей максимум. На все, да? Да, на весь объект. Их, понимая, что именно эти средства можно получить через Минспорта и через Минстроя. То есть вот здесь вот планка только этим выстроена. Понимая, что оттуда это единственный источник для финансирования этих объектов, и оттуда идет понимание, что если так, то да, мы готовы рассматривать все ваши эскизы, проекты и так далее. То есть компромисс найден? Да. Значит, все согласования получены. Вот еще раз, первый этап – это эскиз. Дальше уже идет, значит, уже проработка проектной документации и формирование заявки для включения в областные программы по финансированию этих объектов. У нас эскизное проектирование в рамках контракта, 35 рабочих дней с момента заключения контракта, и мы выходим в первые числах августа. Первые числа августа, хорошо. В первых числах августа мы увидим. Как раз через месяц увидимся. Мы увидим три эскизных проекта. И сразу придете с проектом. Не с проектом, а с эскизом. С эскизным решением. У нас есть звонок, пожалуйста, давайте послушаем телезрителя. Говорите, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Это из привокзального района. На момент отключения отопления нам порекомендовали для перерасчета позвонить по телефону 252-53, чтобы нам замерили температуру воды и сделали перерасчет. Заявочка была сделана в июне месяце, 15 числа, а ВОЗ и нынче, ныне там. Никто не звонил, никто не приходил. Может быть, на момент отключения холодной воды, вы прекрасно знаете, вернее, горячей воды, вы прекрасно знаете, в каких районах вода не циркулируется. Этим районам сделать тариф на горячую воду ниже, это будет, мне кажется, гораздо справедливее. Спасибо. То есть не гонять комиссии, не заставлять людей звонить, а сразу предусмотреть это в расчетах. Ну, значит, тарифом, тарифообразованием занимается региональная энергетическая комиссия. Не предусматривается... Автоматическое. Да, автоматический перерасчет тарифа. Законодательство предусмотрено именно такой путь. То есть комиссионное решение, да? Если оказывается некачественная, скажем так, услуга, то решение именно такое. Вызов комиссии, замер, значит, перерасчет и так далее. Другой вопрос. Если человек оставит свой контакт, мы обязательно выйдем на управляющую компанию, которая должна организовать эту комиссию, либо на ресурсоснабжающую организацию. И в любом случае обязательно сделаем так, чтобы комиссия вышла и замерила. Ну вот, пожалуйста, позвоните, оставьте оператору ваш телефон, и тогда можно будет уже разбираться более подробно. У нас есть еще вопросы телезрителей, да? Да, действительно, вопросы поступают. Ну вот первый вопрос, который у нас прозвучал, касается будущего благоустройства, которое пока не началось, но планы уже есть. Это Аллея Трудовой Славы, которая победила у нас в голосовании. Алексей интересуется, значит, появятся ли там фонтаны, которые сейчас превратились в клумбы? Вернутся к историческим вот этим вот двум фонтанам с двух сторон или нет? И вообще какое там решение, и какова судьба этого голосования, наверное? Ну вот, про голосование скажу, а про начинку проекта Дмитрий Ильич кратко скажет. Значит, действительно, не устою благодарить жителей за участие, за активное участие, спасибо, в голосовании. Напоминаю, что это не последнее голосование. Мы будем теперь каждый год голосовать за ту или иную территорию. Поэтому да, с большим, я бы сказал, с кратным отрывом у нас победила территория Аллея Трудовой Славы. Сейчас точно цифры не помню, но в два раза она опередила, суммарно там третье и второе место. Поэтому сейчас Дмитрий Ильич уже расскажет, с чем мы выходим, с каким наполнением этого объекта, более уточняем. Эскиз-то мы показывали, а сейчас мы, вот, кстати, и коллега, видимо, не голосовал, раз задают такой вопрос. Если бы он, значит, принял участие в голосовании, он бы посмотрел, какое наполнение данного объекта. Но, пользуясь случаем, Дмитрий Ильич, пожалуйста. Так, слушайте, только у нас вот вопросов еще с вами громадье. Давайте каратеечко, да, что там будет. Давайте так, то есть фонтанов не будет. У нас есть фонтан на Аллее молодежи. Этот фонтан – центр притяжения этого участка, включающего трудовую, молодежь и победы. Поэтому у нас фонтан один, красивый, и он будет. Фонтан удовольствия дорогой. Мы должны понимать, что на эксплуатацию фонтана тоже деньги требуются. Дмитрий Ильич, значит, по Аллее трудовой славы основной элемент, скажем так, это замена, да, замена, конечно, всего покрытия с асфальта на бехотон. Очень красивое озеленение, кустарники, деревья. Значит, оформляем мы доску почета в более таком презентабельном виде. И у нас появляется общественный туалет, о котором мы видим и слышим, что это просто необходимо. Главное, чтобы его не было видно. Поверьте, в эскизе его, мы знаем, где он, значит, он огорожен кустарником. И даю он визуально, он не такой страшный, поверьте. То есть вот в основном такое. Анатолий Анатольевич, по поводу комплексности решений, да, то есть все-таки городское хозяйство, оно предполагает, наверное, единую идеологию. У нас часто получается, что мы тут отремонтировали, здесь отремонтировали, тут кусочек отремонтировали, как бы вроде три... Но связности вот этой единой комплексности не всегда она появляется. Вот здесь как вы вообще с этим работаете? Потому что это вообще-то хорошая такая, долго простроенная, сформулированная идеология должна быть, наверное, да? Ну, безусловно, да. Но мы стараемся сейчас отходить от того опыта, который у нас был ранее, как вы говорите, там отремонтировать кусочками. Да, безусловно, если мы говорим о мелком каком-то ремонте, то залатать ямку какую-то небольшую асфальту, мы понимаем, что этот асфальт продержится еще пять лет, но через год, через два вокруг все разрушится. Поэтому если менять, то нужно менять сразу карточным ремонтом асфальт. По этому пути мы и идем. То есть в этом году у нас отремонтирована улица Дзержинского, там около Стеллы заменен асфальт. Если мы говорим о синхронизации работ в части благоустройства каких-то общественных территорий, то это вот то, что мы ремонтируем улицу Ленина капитально, а перед этим мы меняем все коммуникации, чтобы через год или через два, через три нам не пришлось снова разрывать и менять уже коммуникации. То есть сначала коммуникация, потом сверху покрытие. То же самое у нас будет и с общественной территорией, аллея трудовой славы. То есть одновременно мы сейчас при подготовке к благоустройству аллеи трудовой славы мы будем менять и теплосеть, которая идет. Под ней, да? Можно сказать, под ней, да. Она идет, получается, между берегом Бунарки и существующим сейчас асфальтовым покрытием. То есть там озеленение надо будет, да? Там будет озеленение, там будут клумбы, там деревья и так далее посажены, потому что в дальнейшем нам не взрыхлять всю эту территорию. Мы меняем теплосеть сейчас. То же самое касается и водопроводов, которые проходят еще и поперек. Они проходят под аллее трудовой славы и под руслом Бунарки. Поэтому мы будем и эти водопроводы тоже менять, чтобы потом не портить то благоустройство, которое мы сделали. Вот сказали уже по поводу Дзержинского и Стеллы, но вот опять же комплексности, да? То есть помимо, собственно говоря, коммуникации и полотна дороги есть еще бордюры, да? Значит, примыкающие пешеходные дорожки, освещение. Тут вот уже глава задался вопросом освещения Стеллы. Ну, действительно, как бы такой центральный, фактически, наверное, главный памятник в этом районе первостроителям, да и вообще Титановая Стелла, я думаю, мало у кого есть. Вот. И, конечно, хочется, чтобы она как-то была очень презентабельно представлена. Вот поподробнее немножко расскажите. То есть полотно поменяли, бордюры сделаем. Вот. А вот комплексность-то все-таки. Безусловно, комплексность. То есть, смотрите, все ведь исходит из того состояния объекта, которое сейчас у нас есть. Если мы по улице Ленина заходим с капитальным ремонтом, там, да, там мы видим, что уже и бордюры разрушены, и газоны уже в безобразном состоянии, и озеленения практически нет, и тротуары. Поэтому там мы заходим в комплекс с капитальным ремонтом. Если мы смотрим, что бордюры еще могут прослужить там нормативный какой-то срок до замены в очередной раз асфальтового покрытия, к примеру, там, лет 10, то смысла их менять, наверное, нет. Нет, да, тогда, конечно, меняем только асфальтовое покрытие. Но в то же время мы понимаем, что и бордюры у нас на многих улицах в ужасном состоянии находятся. В частности, улица Автозаводская, как раз вдоль Дока. Там вообще практически все борта разрушены. Поэтому на следующий год, со следующего года, скажем так, у нас в городе будет программа по замене бордюров. То есть там, где, наоборот, асфальтовое покрытие еще прослужит достаточное количество лет, но бордюров нет, там мы будем заменять бордюры. Ну и то, что касается освещения, да, безусловно, силами ОНГС в этом году у нас будет проводиться замена освещения по улице Победы, будет освещена как раз стела, и будет заменено освещение на светодиодное в тех районах города, где... На экономичное, да? Да. Ну, там, где недостаток освещения в первую очередь. То есть в первую очередь мы меняем освещение с обычного на светодиодное, там, где, в принципе, темные улицы, ну и постепенно пойдем по всему городу менять обычные лампы на светодиодные. Еще есть, да? Да, еще один вопрос есть, который касается у нас непосредственно дворов. Екатерина пишет. Улица Садовая, дома 9, 11, 13, 15, три песочницы и все. Год назад последнюю горку спилили. Кому обратиться, чтобы хоть что-то для детей сделали? Ну, в первую очередь дворовая территория – это то место, которое относится к многоквартирному дому и, соответственно, обслуживается управляющей компанией и отвечает за ее эксплуатацию, содержание управляющей компанией. Поэтому жителям в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Если это касается какого-то небольшого ремонта, то управляющей компанией, ну, не было у нас таких случаев, чтобы они отказывали, они выполняют это где-то, покрасить, отремонтировать, скамейки, качели, урны и так далее. То есть это все выполняется силами управляющей компании. Если это требует каких-то больших вложений, ну, для этого есть несколько программ, в том числе вплоть до программы софинансирования с жителями города. То есть у нас в городе жители платят 10% от общей стоимости работы. Здесь опять работы производятся комплексно, не менее шести видов работ, в том числе и замена асфальтового покрытия, и освещение двора проводится, и детские игровые комплексы и так далее проводятся. То есть можно платить программу. Слушайте, а вот стали говорить и вспомнила. Тут на прошлой неделе звонила женщина, сказала, что спилили детский городок. Если он пришел в негодное состояние и представлял угрозу для детей, то, возможно, управляющая компания его демонтировала. Но по поводу его замены, ну, нужно смотреть, каким образом его восстановить. А вот эта история по поводу того, что вот как раз пару месяцев назад появилось письмо о необходимости замены и соответствия сертификации вот этих детских городков и как бы вот вопрос сертификации их старых, установленных там 3-4-5 лет назад, вот он каким-то образом приземлился? Ну, первое, мы понимаем, что речь идет о 36 таких детских площадок, да, которые находятся в доверительном управлении управляющей компанией УЖК Новоуральская, все в УЖК Новоуральской. Значит, срок доверительного управления закончился. Сейчас идет передача этого имущества в казну. Да. Значит, при передаче в казну выяснилось, что необходимо довести данное имущество до, хотя бы до его наличия. Иногда мы даже не видим там тот или иной объект в составе детской площадки. Поэтому сейчас идет работа по инвентаризации, по приведению в соответствие этого имущества и передача его в казну. Но в том числе идет речь о том, чтобы оставить это в доверительном управлении управляющей компанией. Поэтому здесь два способа решения вопроса. Самое главное, что на сегодня есть субсидия для приведения в соответствие вот тех элементов, которые, возможно, уже непригодны к эксплуатации. И в скором времени мы решим вопрос управляющей компании. Либо это будет приводить в соответствие управляющей компанией за счет субсидий, либо это будет делать УГХ за счет тех же средств. Ну, то есть каких-то принципиальных резких движений не будет. Все остается у жителей. Все пользуются своими городками так, как есть. Да. Все внимательно изучили вот этот вот страшный регламент, который нам все говорил, что нельзя использовать. То есть нашли варианты решения, можно использовать, но при этом он должен быть безопасным. Понятно все. Ну вот давайте тогда еще и поговорим о торговом центре территория. Вот тоже такое очень важное место, поскольку и прогулочная улица у нас комсомольская, да, с вами такая любимая, красивая, там много народу ходит. Как сейчас там развиваются события, как идет ремонт, когда, так сказать, уже мы увидим какие-то подвижки в том, чтобы реализовался проект, которого все ждут, конечно. Благоустройство общественной территории на улице Комсомольской. Производство работ идет в соответствии с графиком. Да, вот у нас картиночки как раз показали. Отклонения от графика у подрядной организации нет. На сегодняшний день мы видим установленные опоры освещения, подготовка выполнена основания, заведены электрические сети, и подрядчик занимается выставлением бордюров, то есть оформлением высотных реперных отметок по благоустройству, и уже приступает в определенных местах к укладке тротуарной плитки. Также на этом объекте те малоархитектурные формы, бронзовые фигуры, подрядчикам нам предоставлены, нами Уксу и архитектуре предоставлены эскизы, выполнены сначала на бумаге Укс, их с архитектурой согласовывал, потом он выполнил их в гипсе. Архитектура и Укс были в мастерской, выдали свои замечания, их исправили. Сейчас они дорабатывают по этим замечаниям гипсовые фигуры, и перед отливкой будет еще одно согласование, в котором будет принимать участие комитет архитектуры и управление капитального строительства как заказчик. И данные изделия будут отлиты в последующем установке на этом бульваре. Фигурок сколько? Фигурок у нас идет пять, поэтому мы увидим место фотозоны и так далее. То есть все должно быть очень красиво, но подряд на организацию вы увидите, то есть компания спецтехника зашла, как и положено их названию, со спецтехникой, с оборудованием. Да, 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 мы рассказываем. И да, и они на сегодняшний день показывают высокий уровень профессионализма. Надеемся, что этот объект будет сдан в срок. К какому числу? Ну, это у нас все Дню Знаний. У нас все объекты, все благоустройство на Комсомольской заканчивается 31 августа. Прекрасно. То есть дети с шариками должны пойти уже по открытому объекту. С новыми красивыми фигурками. Да. Понятно все. Давайте тогда по ситуации той, которая складывается месяц назад, когда в эфире были, говорили, что на двух домах из 16, на Дудино тогда еще не было подрядчика на Кровлю. Как сейчас идут ремонты? Какая динамика? Вадим Ильич. Действительно, в плане 2022 года 16 многоквартирных домов с переносом с прошлого года. Значит, в том числе на сегодня на 14 многоквартирных домах состояли все конкурсы, определены подрядчики, ведутся работы. Значит, по двум домам все по тем же Дудино 11 и Дудино 8 фонд ищет подрядчиков. Так и не нашли пока, да? То есть, да, объявлены конкурсные процедуры, подрядчик не нашелся. Мы понимаем, что все-таки причина в том, что недостаточные сметные расценки, упущен один из видов работ, такой, как подъем, грубо говоря, там замена рулонной кровли идет. То есть, мягкие кровли. Да, мягкие кровли. Такого у нас еще не было. Поэтому вот упущен момент, когда подъем кровли наверх многоэтажного дома, это существенная, значит, работа. Это спецсредства, лифты и так далее. Этого не учтено. Сейчас фонд решает этот вопрос. Ну вот мы участвуем в решении этого вопроса. Но, к сожалению, пока конкурс не состоялся. Подрядчик пока не найдет. Продолжаем с этим данным. Я дополню, да, Вадим Руисович мне докладывал. В настоящее время фонд капитального ремонта сметы пересчитал и объявил новый конкурс. Сейчас идет сбор заявок для участия в конкурсе. То есть, сметы увеличены как раз на те виды работ, которые ранее были неучтены. Надеемся, что наши подрядчики опять же зайдут. Но никто другой тут не заходит на эти работы. Тут времени просто не так много остается. В принципе, у нас есть ли сегодня начало июля, то есть 40 дней конкурсных процедур. То есть, это вот, ну, август-сентябрь, дай бог, чтобы успели. Ну, мы надеемся, что успеем. А учитывая то, что июнь у нас фактически весь был дождливый, и такие работы невозможно было, наверное, проводить, то, в принципе, все шансы есть к тому, чтобы завершить эти работы в срок. Кстати, вот по поводу дождливого июля забыла задать вопрос по как раз Стелли. По Дзержинскому вчера звонил в подготовку, когда объявили подготовку программы, значит, телезритель спрашивал вот о закатке асфальта в дождь, что, к сожалению, понятное дело, погода не порадовала весь июнь месяц. Вот там, значит, горячий асфальт укладывали в лужи. Вот как же так? В общем, как бы насколько это все обеспечивает долгое стояние, эксплуатацию достойную? Да, хотел бы жителей успокоить по поводу укладки асфальта в дождь. То есть самое главное соблюдать определенные правила, то есть чтобы было жителям понятно, у нас битумная эмульсия, которая наносится на основание для сцепления предыдущего старого основания с новым слоем. То есть эта эмульсия битумная на сегодняшний день, это битумная эмульсия, водный состав. То есть здесь как бы уже здесь идет, говорится о том, что определенные меры принимаются. Второе, то есть... Так, подождите. То есть водный состав битумной эмульсии позволяет ей, смешиваясь с дождем и водой, не терять своих качеств? Да, он и позволяет, да, то есть не терять качество, потому что вода – это ее основной, скажем так, основной материал, тон, на котором она замешана. Следующий момент, то есть современные асфальты, они отличаются от тем, что кроме битумов, которые связаны с инертными материалами, в них добавляются еще и полимерные добавки, которые увеличивают сцепление с поверхностями. И самое главное в этой позиции у нас битумные смеси применяются при температурах 120-130 градусов, что позволяет влаге, даже попавшей под основание, то есть испариться, не нанося вреда качеству сцепления предыдущего асфальта, точнее так, нового асфальта с покрытием. Самое главное правило здесь не, точнее так, запрещается укладка асфальта в откровенно лужи, то есть мокрое основание не является препятствием для укладки асфальта, конечно, асфальт укладывать в стоячую воду здесь однозначно нельзя, но за этим тоже данное правило, то есть мероприятиями, проводимыми в рамках ППР, то есть проектопроизводства работ, это осушение, отгон воды, то есть если при проведении этих мероприятий все это произвести, то влажное основание не является препятствием. ДКС, кстати, уже провел эту технологию по удалению, скажем так, водного объекта из места, где он собирается укладывать асфальт. То есть он задействовал свои спецсредства, щетки, дувки. То есть специалисты знают об этой технологии, да, и в общем она используется, и, соответственно, жители могут быть спокойны, что те средства колоссальные, которые мы тратим на ремонт дорог, они позволят этому полотну еще долго и счастливо стоять, несмотря на дождь. И мы же еще и качество, мы же говорим, что дорога стоит в том числе из-за некачественного самого асфальта. И с этого года у нас направлены определенные средства на проверку качества этого асфальта, который поставляется, ну, с разных мест, скажем так. Ну и лаборатория начала работать, да, правильно я понимаю? И мы увидели, что, да, одна и та же, допустим, подрядная организация по поставке этого асфальта... ...может дать хороший асфальт, а может дать и плохой асфальт. И поэтому, если жители заметили, там некоторое, ну, скажем так, отставание по стеле, когда закатывали, был промежуток, когда не работали. Это как раз промежуток вызван тем, что лаборатория определила некачественный асфальт и завернула, значит, весь асфальт обратно. Поэтому вопрос серьезный и на контроле. То есть он на контроле, это очень хорошо. Так, ну давайте традиционно к нашему бульвару Кикойна. Тоже мы на нем бываем регулярно, и, конечно, такая уже тема практически родная, скоро мы все будем знать, где на каком там метре, какой поворот дорожки. Вот, наверное, вот не столько о сегодняшнем этапе, потому что мы рассказываем, в понедельник был большой материал, а вот о комплексности решений. Ведь вот то, как идет работа эти два года, да, даже больше уже, говорит о том, что что-то как-то все-таки не то, видимо, с проектом. Да, вот эти вот малые архитектурные формы, которые применены, которые у всех вызывают вопросы. То есть вот здесь, опять же, возвращаясь вот к идеологии городского хозяйства, может быть, вот расскажите, как вы видите, какие выводы, что ли, сделаны из этого вот процесса. Вот это, наверное, сейчас важно, потому что достраивать-то все равно уже, как глава говорит, будем при любом раскладе, и потом что-то менять, наверное, из тех, в том числе и малых форм, которые установлены. Ну, я начну, Григорий Ильич, наверняка, он глубже расскажет и покажет. Да, уже сейчас на этом этапе мы видим недоработки проекта. Они начались с точки зрения визуализации уже, да, вроде бы, как краска не та, эти вот беседки не те и так далее. Ну, объективно, значит, проектная организация у нас не местная была. Да, проектная организация нам говорила о том, что, ребята, надо двигаться вперед, вроде бы, как от этих удобных отказываться, вроде бы. Ну, в общем, модернизм какой-то вот прослеживался в этом проекте. Ну, я напоминаю, условия финансирования, это было проведение опроса жителей, голосования жителей, эскиз ушел в таком виде на голосование. Дальше, в рамках именно захода на эту программу, мы не имеем права ничего менять от проекта, ничего. Пока не реализуем этот проект полностью. Значит, ну, уже в стадии реализации, вот мы видим, что, допустим, вот это покрытие, да, террасной доской, которая является полом, которая, амфитеатр, где люди, архитекторами предполагалось, должны отдыхать, сидеть, читать книжки, может быть, где-то загорать. На самом деле уже сегодня используется вот поверхность для катания на роликах, на скейтах, на самокатах и так далее. В итоге вот эта полая конструкция террасной доски, она не оправдала себя. Уже есть постоянные сколы, выбоины, там, ну, разрушение поверхности идет. Все, сегодня Дмитрий Ильич уже решает вопрос, определяет техническое решение по замене материала. И так можно пройти, ну, вот, 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 везде где-то что-то есть. Но сейчас главная задача все равно стоит перед заказчиком и перед подрядчиком. Объект нам нужно доделать. Объект доделать, потом дальше накопить все-таки уже, видимо, отрицательные моменты. Ну, это уже перспективные вопросы. И начать переделывать. Доводить до состояния угодным нашим жителям, вот так скажем. Добавите что-то, Дмитрий Ильич. Что-то еще. Да, здесь я хотел бы сказать, что да, то есть объект, он с точки зрения архитектуры, он передовой применены. Видение современных архитекторов, которые видят этот объект по-своему. Но вот это вот уральский климат наш, да, то есть уральская долгая зима, она нам говорит, что все-таки скамеечки должны находиться у нас обособлено от проезжей части. Стулья то же самое, то есть не будут пользоваться успехом, если они стоят среди пешеходных дорожек. Да, то есть здесь нужно все-таки учитывать вот этот именно наш климатический аспект. Цветовая гамма, которая у нас очень хороша летом, она успокаивает, она охлаждает нас. И в это же самое время мы понимаем, что придет зима, когда эта цветовая гамма будет нас смущать. То есть, ну, опять же, это все связано с разным периодом зимы в разных регионах нашей страны. Вот нескольких месяцев. Ну, 9 месяцев, да. Да, и до наших 9 месяцев, поэтому мы, скорее всего, склонны, скорее всего, придем к тому же, к нашим полярным городам, мирным и так далее, где у нас основной цвет красный, оранжевый, да, желтый, конечно. Ну, конечно, да. Эксплуатантов, да, то есть своих... То есть народ все-таки сидит, отдыхает, да? Да, те же самые мальчишки на роликах, на скейтах, на самокатах, которые портят, они портят это покрытие, но это говорит нам только о том, что все правильно. Если он пришел на этот объект с самокатом, значит, он будет кататься по всему, где есть. Значит, эти материалы мы должны предусматривать двойного назначения, то есть это нам в очередной раз, нам, как уксу, проектировщикам, то есть, да, говорит, учитывайте все факторы, как будут и как могут использовать. Поэтому мы всячески стараемся, запоминаем. Слушайте, ну, есть еще что-то? Нет? У меня есть один очень важный вопрос, вот про разметку. Значит, начали накатывать новую разметку, собственно говоря, если бы она была с прошлого года, можно было бы предположить, что это сегодняшние изменившиеся условия, так сказать, не соответствуют тому, как мы ездим. Покажите, пожалуйста, переулок Лермонтова, значит, наш любимый, в котором все время что-нибудь, то есть сплошная линия нарисована по всей протяженности дороги от одной старой школы до другой старой школы. С одной стороны стоят машины, естественно, потому что жителям надо где-то их парковать. Посередине дороги сплошная линия, вот, и, собственно говоря, возникает вопрос объезда, поскольку каждый человек, который, собственно, туда попадает, едет он, ну, так сказать, под штраф. Зачем там сплошная, хотя это маленькая шестиметровая дорога только-только просочится, вот, и это ни в одном районе города, наверное, здесь ничему не противоречит прерывистый, пунктирный, так сказать, рисунок, поскольку здесь, вот я говорю, что мы ставим жителей в неудобное положение. Там сейчас огромный трафик в связи с объездом, вот конкретно сейчас в связи с ремонтом Ленина. Значит, по разметке. Разметка должна наноситься в четком соответствии с проектом организации дорожного движения. На каждую улицу УГХ является заказчиком и держателем этих проектов. На каждую улицу они должны быть разработаны. Значит, если это действительно в соответствии с проектом организации дорожного движения, значит, это должна быть именно такая разметка. А дальше нужно смотреть, кто и в какой мере нарушает правила дорожного движения. Можно, наверное, посмотреть, потому что там будут нарушать все и те, кто... Правильная ли расстановка знаков? Вот вы помните, на зиму мы ставим чет-нечет, и, значит, все либо с одной, либо с другой стороны стоят. Это между, то есть это, вот вы говорите, про строителей, про Маяковского. Я говорю, в принципе, если там есть разметка, если в проекте организации дорожного движения, там четко обозначена, какая разметка и как эта улица должна быть оснащена знаками. Дальше смотрим, значит, кто нарушает правила дорожного движения. Но, понимая ваш вопрос об ошибочности нанесения разметочных процедур, мы отмечаем, что они есть. Я напоминаю, что на протяжении многих лет УГХ является заказчиком в этих работах. Приходят, ну, извините, все, кому не лень на эти разметочные работы, наносят. Там действительно нюансы были такие, там хоть смесь, а хоть плач. Ну, то есть надо проверять, да? Чтобы были такие дела, да, ну, они наносят и по ночам. Так вот, с этого года мы все-таки сделали, этот год у нас является переходным периодом. Мы, если вы помните, закупили специальную машину разметочную. На базе дорожно-коммунальной службы создана, значит, бригада по нанесению разметки. И этот год, скажем, первый год, когда у нас, наконец-то, эти работы выполняются собственными силами. Значит, ну, при этом УГХ еще имеет своего подрядчика на, там, еще на какие-то виды работы. На дополнительные, да? Мы планируем полностью исключить из, ну, скажем так, эти виды услуг от УГХ, передать их именно на дорожно-коммунальную службу. Ну, ошибки есть, мы помним, да? Да, и, значит, сплошная была нанесена с выезда Стеллы на Первомайскую этот вопрос уже ДКС исправил. И ошибка была по перекрестку Свердлово-Первомайская этот вопрос тоже ДКС исправил. Поэтому, коллеги, если есть какие-то действительно замечания, предложения, есть горячий телефон, есть сайт ДКС, есть информация, они очень живо на это реагируют. Вот бригада у него работает круглосуточно, там он реагирует на все. То есть, если что, можно прямо писать в группы, да? Конечно, конечно, конечно. Если есть откровенная ошибка, не молчите, дайте знать, отреагируем обязательно. Наш эфир уже быстро и молниеносно подошел к концу. Режиссер говорит о том, что мы заканчиваем. Может быть, вот буквально там вот по одному слову? Ну, я считаю, что заход главы Новороссийского городского округа, значит, внес, ну, Вячеслав Вячеславович от Тюменцева, внес некую такую жизнь, что ли, да, путем обновления. Мы это видим. Я вижу, что народ понимает, что вот эти вот ямы, канавы и так далее, это как раз не для того, чтобы навредить, а как раз для того, чтобы система подойти к обеспечению более комфортного проживания для населения. И сделать надолго. Конечно, надолго. Поэтому мы поддерживаем вот нашими силами, делаем все для того, чтобы идеи главы на благо жителей превратить в жизнь. Атам Татьевич? Ну, в продолжение того, что Вадим Ильич сказал, большая просьба к жителям потерпеть. У нас действительно очень короткий строительный период. Ну, на самом деле не три месяца, а четыре, да, сентябрь тоже. Все силы прикладываются к тому, чтобы за это время успеть сделать максимально много, освоить все средства. И поэтому еще раз просьба к жителям потерпеть, и будет и красиво, и хорошо, и удобно. Что хотел бы сказать, то есть строится очень большое количество общественных территорий, на них установлены малоархитектурные формы. Также просьба подрастающему поколению наших жителей графики рисовать на других элементах. Кому-то нравится, кому-то нет, и вот это графики точно в рамках архитектурных изысканий, оно не учитывалось с проектировщиками. Любите свой город и берегите его. Мы будем рассказывать о том, как он преображается этим летом. Спасибо, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова